Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влогах канала Семья Бровченко. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на YouTube канал и присоединяйтесь к Telegram-чату. Ссылка в описании. Взяли Бровченко, как я уже говорила, кошку и собаку себе, щеночка и котенка, и назвали их Джесси и Риска. Ну, так себе, конечно, выбор кличек. Почему? Потому как именно так звали их прежних животных. Их судьбу мы все прекрасно знаем. Будем очень надеяться на то, что этих животных не постигнет злая участь. Такая же, какая постигла ту Джесси и ту Риску. Таня, смотрю так вот по ее тону, не особо довольна, что она не может высыпаться. Она ночами встает, кормит собачку и даже ей скормила свой бутерброд с колбасой. Думаю, нормально так, значит, у Тани в комнате есть свой запас продуктов. Какие-то бутерброды у нее есть, еще что-то там есть. Смотрю, вон под столом у нее две упаковки достаточно большие, наверное, даже двухлитровые. В тетрабаковской упаковке сока. Вода какая-то у нее там в пластиковых емкостях содержится. Ну, Таня говорит о том, что вода у нее для того, чтобы ее пить часто. Она теперь вот выгоняет желчь, что ли, и лимфу разгоняет. В общем, да, Таня сама себе придумала болезни и сама от них лечится. Ну, вода водой. Это одно дело. А другое дело, что там сок. И я так думаю, что дети тоже хотят сок. А у детей в комнатах, я больше чем уверена, нет такого МЗ. Нет такого неприкосновенного запаса сока. Да вообще там еды у детей нет. Детям, в принципе, противопоказано есть на втором этаже. Если дети хотят есть, их тут же отправляют на первый этаж. И пусть они там себе и готовят, и едят, что хотят делать. Есть на втором этаже с разносов, которые, кстати говоря, дети и принесут на второй этаже родителям. Прерогатива только родителей. Дети играют с щенком Максимка и Боря маленький. И Таня говорит, вот, мол, Джесси нашла себе щеночка в вашем лице, дети. Ну да, а Таня нашла себе игрушку в лице этого самого щеночка. Ну вот дай бог, чтобы Таня все-таки по-взрослому мыслила и поступила бы по-взрослому с собакой. Ну и Боря с кошкой тоже по-взрослому. То есть, чтобы ухаживали за этими животными, чтобы воспитывали их правильно. И чтобы эти животные вдруг не потерялись, не исчезли, не ушли якобы сами куда-нибудь там, в лесок или еще куда-нибудь. Да, дай бог, чтобы все было хорошо с животными в этой семье. Хвост щенку будут купировать. Я думаю, наверное, поздновато купировать уже хвост. Но опять же, я не разбираюсь в этом. Возможно, прямо вот сейчас самый тот возраст для того, чтобы купировать хвост щенку. Но зато, смотрю, кошка у них прям вот с купированным хвостом. Все как надо. У них кошка и собака поменялись ролями, если так можно выразиться. Почему? Потому как у собаки хвост не купирован. И ходит как метроном. Собачка, кстати говоря, очень такая вот жизнерадостная. И достаточно любвеобильная, дружелюбная. И это очень даже хорошо. Ну вот жалко животных, жалко. Почему Бровченко достаются хорошие животные с хорошим характером? Вот это я не могу понять. Кстати говоря, и дети у Бровченко тоже замечательные. И характер неплохой у детей. Да, сейчас переходный возраст, но это все пройдет. В принципе-то дети у Бровченко умненькие рождаются. Но просто Бровченко их не развивают. Вот и все. Итого и педзапущенность, но и со всеми вытекающими. А так, по большому счету, дети рождаются здоровыми и с хорошим потенциалом. Но видите, Бровченко это не те родители, которые будут развивать своих детей. И вкладываться в их будущее. Так что посмотрим, что ждет животных в этой семье. И очень будем надеяться на то, что дети в этой семье тоже потихонечку возьмутся за ум. И сами будут строить свое будущее. Не надеясь на родителей. Потому как родители Бровченко вообще ничего детям не дадут. Ну а Таня пока решила покормить Джесси. Кормит она собаку курочкой. Потом вроде как сказала, корочка от курочки. В общем, не понять, чем она кормит ту собаку. Но вначале действительно, как будто бы корочку куриную принесли. Как будто бы вот пожарили курицу и вот корочку дали собаке. Ну вот такой вот был вид. На второй раз, правда, да. Уже было видно, что мясо вроде как куриное, по словам Тани, принесли собаке. Кефирчиком кормит, творожочком кормит, водичку дает. Ну так вроде ничего, да, по большому счету. Но с другой стороны, я-то не разбираюсь в этом деле. Я же не Таня. И, конечно, мне было интересно зайти почитать в чат. И я поняла, что действительно Таня ошибается. Почему? Потому как нельзя в таком количестве, в таком возрасте щенкам давать кефир. Потому как это очень плохо влияет на их ЖКТ. И неизвестно, во что потом выльется весь этот кефирчик, так называемый. Но Таня говорит, что кефирчик – это творожок жидкий. Так что можно пить этот кефирчик в любом количестве собаки. Ну и, в принципе, можно ли жареное собаке давать? Причем и корочку этой самой курочки, да, кожицу. Ну я не знаю, честное слово, что там собака ест и как она будет расти на таком питании. И если действительно тот корм, который Таня купила для собаки, он не очень хорошего качества, как пишут в телеграм-чате, то да, бедная та собака. Кстати говоря, ест и собака, и, я так понимаю, кошка тоже из железных мисок. Думаю, не из тех ли, из которых едят бровчинка сами. Если вдруг не будет хватать каких-то мисок, тарелок, блюда с железных людям, то, я думаю, они с легкостью помоют просто так, под проточной водой. Эти самые миски, из которых ест кошка или собака, и будут есть из этих мисок. Запросто. Почему бы и нет? Бровчинка не привыкать. Таня счастлива, она стала использовать нейтрализаторы запаха от животных, и теперь у неё в комнате пахнет лавандой. Но всё равно Боря-старший говорит, что есть запах собаки в комнате. И Таня для пущей важности вдруг вспомнила о том, что у неё есть освежитель воздуха или что-то вроде саше для одежды. И, в общем, она теперь и одежду тоже ароматизирует. Ну что ж, посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Просто очень интересно, как надолго хватит Таню. Но пока у неё в комнате всё в лаванде. И, кстати говоря, покрывала на её кровати тоже лавандового цвета. Перенесли все закатки на второй этаж к Тане под кровать, чтобы собака там не ходила и не гадила. И, кстати говоря, Таня счастлива, что вроде бы собака настолько умненькая, что вот чуть ли не с первого раза поняла, где у неё туалет. Таня там пелёночку расстелила. В общем, пока, повторюсь, Таня играется. А что будет дальше, я не знаю, когда ей надоест это всё. И вот Боря маленький лазил под кроватью. Какие-то коробки с консервацией он как-то укладывал и просто. Будто ли с этой самой консервацией. Ну, в общем, собрался бы там ребёнок, конечно. Но Таня что? Таня-то там не лазила. Поэтому Таня счастлива, что теперь под кроватью места нет. И, оказывается, у Тани далеко вперёд идущие планы. Почему? Потому как она хочет, чтобы эта самая кошечка, которую назвали Ириска, родила бы ей котёночка, девочку, которую назвали бы Карамелька. Да, то есть Таня всё-таки хочет разводить животных. Но, опять же, она не понимает, в принципе, что она хочет. Потому как это такое достаточно затратное дело, как в материальном, так и в моральном плане. И, опять же, надо быть на 100% уверенной в том, что кошка действительно на 100% породистая. А документов, насколько я понимаю, у Бровченко нет. Хотя, вроде бы говорили о том, что это клубный котёнок, клубный щенок. Но, ну, не знаю, можно ли верить у Бровченко. И, в принципе, завязку-то тоже надо платить. Но Бровченко, наверное, об этом не подозревают. Да и для чего, в принципе, мучить животное вот этими беременностями, родами, если всё равно впоследствии они собираются стерилизовать кошечку и то же самое проделать с собачечкой? Для чего это им надо? Я не понимаю. Ну, единственный вариант, да, это разведение и продажа. Будут Бровченко заводчиками. Представляете? Страшно представить вообще всё это. Ну, есть один плюс в этом всём. Таня, вы знаете, стала бегать. Так она и сказала, говорит, я ночью, ой, думаю, Таня ночью вышла из своей комнаты. Потом, говорит, я ещё и побежала вниз за кефиром для собаки. Ой, Таня, ты ли это? Мало того, что побежала, так ещё и ночью. Прям вот два в одном. Очевидное, невероятное. К Паше на ночёвку пришли два мальчика. Таня говорит, я правильно поняла, что там два мальчика пришли к Паше на ночёвку? Думаю, Таня, значит, за кефирчиком ты могла сбегать вниз. А потрудиться узнать, кто там пришёл к вам в дом и в каком количестве. Да ещё и с ночёвкой. Ты не могла этого сделать, спуститься вниз и узнать. Это раз. Во-вторых, в любом случае, эти дети, они на втором этаже. Потому как на первом этаже, в принципе, не предусмотрено никаких спален. Поэтому вот оно, всё рядом. Сходи, посмотри, хотя бы поздоровайся с людьми. Нет, она детей спрашивает, сколько там человек пришёл на ночёвку. И это раз. Во-вторых, где эти несчастные дети будут спать? Два человека. Где? В Пашиной комнате там всего одна кровать. Но единственный вариант в комнате, где трое детей живут. Где живёт Саша, где живёт Максимка, где живёт Бора Маленький. Почему? Потому как Боря, Маленький и Максим там сейчас живут. То есть одно место освободилось. Одного друга своего Паша, к примеру, может расположить здесь, в этой комнате. Ну, а второго, я думаю, в комнате Тимофея. Потому как Тимофей в санатории вместе с Сашей. Ну, возможно, и так. Но ночёвка предполагает всё-таки ночёвку в одной комнате, насколько я поняла. С хозяином, так сказать. Но, опять же, это Бровченко, у них всё через тайну колоду. Поэтому неудивительно, что именно вот так, скорее всего, у Бровченко ночёвки и проходят. И, кстати говоря, в конце одного из влогов, спасибо всем, кто присоединяется к Телеграм-чату. И там вот очень внимательные зрители находятся, да. И заметили то, что, да, Паша говорил, голос был Пашем, где там за кадром, сидеть шваль. Не знаю я по отношению, кому он это говорил. То ли это такие вот игры с теми друзьями на всю жизнь. Ведь именно так-то они называют этих вот друзей, людей, приятелей, знакомых, которые приходят ночевать. Те, кто переночевал, тот уже друг на всю жизнь. То ли так с собакой он себе позволял себя вести, то ли он с младшими своими братьями так разговаривал, я не знаю. Но сидеть шваль прозвучало очень отчётливо и не один раз. Ну, а дети в санатории ходят на массажи, едят более-менее, да. Вы знаете, они даже вот стали носом вертеть. Почему? Потому как Саша говорит, Тимофей, ты проверь, яйцо хорошо сварено, то есть крутое или всмятку. Ну, видимо, не знаю, ребёнок таких слов говорит, до конца сварено или нет. Проверил. Тимофей покрутил яйцо, говорит, до конца сварено. О, как думаю, а? А дома вы такое Тане устроите, хотя бы раз спросите. А какое это яйцо, всмятку или крутое? Или скажите, а я хочу всмятку, а ты, мол, мама отварила, да крутизной такой вот, да? Прям крутое-крутое получилось. Чтобы они от Тани услышали. Могу себе представить, а тут-то посмотри, а? Борщ им предложили красный. Ну, обыкновенный, нормальный борщ. Нет, говорит Саша, я хочу борщ зелёный из крапивы. Думаю, о, началось. А что будет дальше? А эти дети, они не знают, что такое манная каша. Им манную кашу предложили, а Тимофей говорит, какая-то каша вкусная. Говорит, ну, я не знаю, что это за каша такая. Думаю, вот как так можно, в принципе, растить детей, даже манную кашу им ни разу не сварить? Это как вообще? Манная каша – это лакомство, любимое лакомство детей. Ну, одно из, понятное дело, что не манная каша единая, но тем не менее. Любой ребёнок знает, что такое манная каша. Дети Бровченко и не подозревают о том, что, в принципе, такая каша есть. Но посмотрим, чем Таня их будет баловать, когда они приедут домой. Какие разносолы Таня им сможет предложить. И ещё мне понравилось, значит, учиться онлайн дети Бровченко не могут, что вы, что вы, интернета нет. Но пересылать видео Тане они могут запросто, смотреть сериалы они могут запросто. Вот действительно, вот такой вот интернет выборочно работает. На массажи ездят и какие-то ванны принимают. И Тимофей как-то странно разговаривает. Говорит, кабаним на ванны, кабаним на ужин, кабанят. Не идут, не едут, а кабанят. Вот так вот выражается ребёнок из верующей семьи. Не привык Саша рано вставать, а там подъём в семь, и он на полседьмом оставил себе будильник с тем, чтобы ещё полчаса поваляться в постели с утра. И, вы знаете, мне было очень интересно услышать от Тани на следующем уже влоге о том, что да, вот мальчики рано просыпаются и учатся. Поэтому для того, чтобы Боря не просыпался вместе с мальчиками так вот рано, чтобы они его не будили, у Бори будет свой будильник. Думаю, а когда это Боря маленький, и мальчики в одной комнате успели пожить тут вот в новом доме. Не жили они ни единой минуты в одной комнате. Боря маленький живёт с Максимкой и Сашей. Но неужели Саша встаёт рано, и куда-то он там идёт учиться? Как-то странно Таня выразилась. И тут, смотрю, Саша не привык рано вставать. А Таня говорит нам одно, а Саша говорит другое. В общем, кому верить, непонятно. Но, скорее всего, Боря маленький сказал всё это только из-за того, что Таня его попросила, мол. А Боря маленький, да, он готов все просьбы Тани выполнить, лишь бы мама осталась им довольна, лишь бы какое-то внимание она уделила своему ребёнку. Поэтому, да, по словам Бори маленького и Таня это подтверждает, что действительно старшие дети идут с утра учиться. Ну, куда идут? Где они учатся? Да нигде они не учатся. Это всё только на уровне разговоров, не более того. Если они хотя бы к началу нового календарного года начнут учиться, это уже прям будет победа какая-то. Нашла Таня какие-то коробки с бытовой химией, как она нам сказала, где-то в хозпостройке или где, и все эти коробки она решила поместить в туалете. В туалете места нет, вообще там не развернуться. Но, видимо, Таня решила, что там место для коробок есть ещё. Ну, в принципе, за унитазом, возможно, потому как унитаз у них стоит прямо посередине этого туалета. И, вы знаете, в одной из коробок я увидела очень много мешков для мусора. И действительно, очень интересно, и этим вопросом задаётся зрители в телеграм-чате. А куда Таня девает мусор? Вот просто интересно, заключили ли они договор с компанией, которая увозит мусор? Правда, интересно? Вот мешки для мусора есть, а куда девается мусор? Очень хорошо было бы, если бы действительно заключили бы договор, и как-то цивилизованно и централизованно это было бы осуществлено. Вот это вот вывоз бытового мусора. Но почему-то мне думается, что в лесопосадке весь мусор Бровченко и находится в итоге. Опять же, это моё предположение. Возможно, я не права. Но если Бровченко ничего не сказали о том, что у них с мусором, то, скорее всего, да, они как-то вот его не совсем законно выбрасывают. Обычно говорят, мы заключили такой-то, такой-то договор. Мы позвонили в ту-то и ту-то организацию. То есть они всё нам проговаривают. Вот мы пошли в РКН, нам там отказали, или наоборот, нас там приняли и сказали. Ну, понимаете, о чём я говорю, да? Даже вот три часа они в очереди сидели в МФЦ, и нам это всё показали. Почему же даже не заикнулись о том, что они заключили договор с какой-то компанией по вывозу мусора? Ну, значит, просто не было этого договора. Ну, так получается. Они же нам всё показывают. По крайней мере, так они нам говорят. Очень мне было интересно узнать, для чего Ане нужна была верёвка. Принёс Боря когтеточку из хозпостройки, или где она там была. Говорит, вот замечательная. Есть верхняя площадка, нижняя площадка. Можно, мол, у кошки когти точить. Но вот верёвки нет. Вот этот столб, который, ну, основной, да, он был обвит когда-то верёвкой. Ну, Ане вдруг нужна, вдруг срочно оказалась эта верёвка. И Боря просто эту верёвку отлатал и дал Ане. Для чего Ане нужна эта верёвка была, неясно. Кстати говоря, если верить Боре, это было давно. Говорит, не сейчас, а вот давно. Ну, наверное, для игр каких-то, может быть, не было скакалки у девочки. И вот она прыгала через эту верёвочку. Я не представляю вообще, для чего ребёнку понадобилась вдруг верёвка. Ну, Боря сказал, купит новую, обмотает этот столб, и кошка будет точить копти. Ну, посмотрим. Таня, увидев, что мальчишки на массаж ходят в санатории, решила, что ей тоже срочно нужен массаж. Об этом, кстати говоря, писали в телеграм-чате. Писали, вот как в воду глядели, что Таня обзавидуется вся. И тоже себе закажет курс массажей. Вот оно так и получилось. Таня не может выдержать того, что у кого-то из её детей дела идут чуть лучше, чем у неё. Всё лучшее должно доставаться красному шарику Тане. И вот она ходит на платный курс массажей. Да, на платный. И Боря тоже, естественно, захотел. Боря тоже не может выдержать, чтобы у него чего-то не было из того, что есть у Тани. И вот Боря тоже говорит, я буду ходить на платный курс массажей. Почему бы не выбрать себе массажи бесплатные? В конце концов, через врача это можно оформить. Прописывают курс массажей. Почему бы и нет? Но нет, видите, по направлению не хотят бровчинка. Они сами себе придумали какие-то болезни и вот ходят ищут каких-то частных врачей. Это те люди, у которых денег нет вообще ни на что. И, кстати говоря, они собираются уже в Китай. Да-да, Владивостоком они не ограничатся. Какие-то их там друзья во Владивосток едут именно в тот момент, когда они едут. Там они с друзьями будут пересекаться во Владивостоке периодически, а потом все вместе рванут в Китай. Думаю, вот это планы, да, бровчинка, а? Это те люди, у которых денег нет. Ага, еще надо визы оформить, загранпаспорта надо сделать. Ну, это, конечно, не одна тысяча будет. Это будет несколько десятков тысяч рублей. И хорошо, если они не дойдут до сотни тысяч рублей за вот эти все оформления документов. Все вместе, да, и поездка, и бензин, и все это вместе, если они будут стоить около ста тысяч, это будет просто прекрасно. Но, как мне кажется, все-таки это будет очень и очень дорого. Но, тем не менее, бровчинка не могут отказать себе в удовольствии поехать в Китай, тем более туда очень давно хотят поехать. И, да, судя по настрою Тани такому боевому, она все-таки туда поедет. Почему? Потому как, опять же, друзья туда едут, а бровчинка не могут допустить, чтобы кому-то было лучше, чем им. Друзья едут, о чем бровчинка хуже? Бровчинка тоже туда поедут. Ну, какой-то кошмар. Значит, на детей у них денег нет. Элементарное детям купить у них денег нет. Вон, Борюсик, сколько он просит телефон? Сколько можно просить телефон? Десять тысяч. Ну, ладно, десять это много, окей, шесть-семь тысяч такой средненький стоит. Купите ребенку телефон. Нет, они покупают какую-то ерунду. Тратят деньги непонятно на что. А дети у них и вещей новых не имеют, и образования у них нормального нет. Да, что там далеко ходит деньги и образование. Отношения, просто хотя бы нормального отношения к детям со стороны родителей нет в этой семье. Вообще семья, конечно, уникальная. И уникальная она со знаком минус. Ну, а на этом я буду заканчивать свой обзор. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!